На телеканале ЛАБА Время новостей в студии Людмила Никонова. Здравствуйте! В этом выпуске. Игорь Чигаев провел расширенное совещание, на котором представил двух новых начальников управлений. Глава района в понедельник представил двух новых начальников управлений. Кадровые изменения коснулись Управления по делам молодежи и Управления физической культуры и спорта. Молодежная политика в Лабинском районе теперь будет заниматься Надежда Соколова. Она уже имеет опыт работы с молодежью. А Управление физической культуры и спорта возглавила Нина Скиба. До этого назначения она руководила детско-юношеской спортшколой «Лидер». Анализ наиболее значимых событий и планы на текущую неделю обсудили в администрации района. Игорь Чигаев провел расширенное планерное совещание, на котором также заслушали главу Каладжинского сельского поселения. Иван Никитин предоставил информацию о социально-экономическом развитии территории. В первую очередь на совещании обсудили совместную работу с отделом МВД по пресечению деятельности нелегального такси. О результатах прошедшей неделе доложил заместитель начальника полиции по дежурной части. За последнюю неделю было изъято и поставлено на специальную штрафстоянку два транспортных средства, которые осуществляют незаконную деятельность по перевозке пассажиров. С начала года таких уже семь. Рассмотрено судами по направленных материалам отдела МВД России по Ловинскому району в суд было таких два. Общая сумма взысканных штрафов – 2500. На данной текущей неделе было повторное нарушение. У нас есть проблема, если два или более раза было совершено административное правонарушение по статье 14.1 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации. По решению суда транспортное средство подлежит изъятию и передаче в пользу государства. Несколько дней назад делегация Ловинского района побывала в Карачаево, Черкесской республике, где состоялся межрегиональный форум «Жить и действовать сообща». Это мероприятие имело важное значение для взаимодействия двух соседних территорий. Участникам совещания о результатах поездки рассказал Александр Семеряков. Далее речь зашла о выездных проверках муниципальных учреждений в части оказания платных услуг и муниципального задания. Нужно повышать доходы бюджета. В таком же ключе нужно заниматься повышением доходов наших учреждений. Улучшение качества платных услуг, их собираемость, прозрачности. Для этого мы и подписали соглашение со Сберегательным банком России несколько дней назад с руководителем Краснодарского отделения. Для того, чтобы все эти услуги перевести на безналичный расчет, чтобы минимизировать какие-либо коррупционные, непорядочные или еще явления, если таковых где-то остались. Глава района не перестает говорить об участии в целевых программах. Только с их помощью можно решить многолетние проблемы, например, в жилищно-коммунальном хозяйстве. Целевых программ достаточно в крае. Они касаются не только ЖКХ и теплоэнергетического комплекса, но и сельского хозяйства и устойчивого развития села. Районная власть готова содействовать поселениям. Сейчас, по поручению нашего главы, мы вам сказали, сами прорабатываем досконально все программы, которые существуют на территории нашей страны. И в ближайшее время будет проведено обучение, детальнейшее обучение для участия в каждой программе, чтобы подобрать, какое поселение, какое может использовать. Игорь Олегович неоднократно нас критиковал и совершенно верно, потому что неся затраты по газификации, в том числе и городской, и сельской поселения, по тротуарам, мы сегодня не используем такие инструменты, как участие в их программах, где можно было из денег, которые были потрачены на само строительство и на собственные средства, можно было 10 тротуаров построить за счет софинансирования. Здесь совершенно правильно, и мы будем в этом отношении, начиная с ликбеза до высшего образования. Для этого, уважаемые главы, тоже просьба отреагировать нормально, адекватно. Вся задача остается только для того, чтобы повысить уровень жизни в нашем районе. Чемнаки, в первую очередь, нужно водоснабжение закрывать, в Сладковском поселении, в Термалке, в Ахметовском, скважину пробить или очистные, или скважину водоснабжение отреконструировать. Для того, чтобы вы свой фронт работы знали полностью. Для этого у вас есть и управление, и отдел, и УКС, и все другие инструменты. Есть программы. То, о чем вы сейчас сказали, по моему поручению, уважаемый главу поселения, хочу, чтобы все это услышали. Это тоже не какая-то пиар-акция. Нравится, не нравится, но такой формат работы обязательно будет использован. Традиционно на совещаниях заслушиваются сельские главы. В этот раз прозвучал доклад о социально-экономическом развитии Каладжинского поселения. Там, как и в других, стараются работать над увеличением бюджета, чтобы привлечь целевые деньги для решения задач. На участие в краевой программе в 2018 году софинансировано 35 тысяч рублей. Это одежда сцены. Для участия в государственной программе устойчивого развития сельских территорий, в части развития сети газоснабжения сельских населенных пунктов края, в 2018 году нам не удалось получить техуслой на разработку проектно-сметной документации по строительству распределительных сетей газоснабжения станицы Каладжинской, в связи с тем, что газопровод высокого давления проложен без шкафников. В настоящее время администрации поселений подана заявка в МУП «Архитектурный градостроительный центр» на составление топогеодезической съемки для строительства газопровода низкого давления. На планерке обсудили и другие вопросы, среди которых информация о проделанной работе по устранению недостатков жилья, выделенного детям-сиротам. Людмила Никонова, Георгий Сопов, телекомпания ЛАБА. Этот выпуск новостей подошел к концу. Всего вам доброго. До свидания.